Рабочую неделю глава региона Станислав Воскресенский начал с посещения детской городской больницы номер 5 в Иванове. В прошлом году здесь отремонтировали и первый этаж, приобрели оборудование для исследования нервной системы и комплекс для реабилитации детей с неврологией. В этом году мы планируем сделать капитальный ремонт и дооснастить оборудованием первую детскую и шестую детскую. Это такие наиболее популярные среди горожан детские поликлиники, поэтому думаю, что в конце года вместе с вами проинспектируем их состояние. На косметический ремонт из областного бюджета потратили 8 миллионов рублей. Обновили регистратуру, она стала открытой и удобной. Освежили коридоры и кабинеты. Ежегодно здесь проходит лечение около 4 тысяч юных ивановцев. Чтобы сделать медицину доступной, областные власти и городские должны работать сообща. Непосредственно здравоохранением занимается регион, а муниципалитет должен обеспечить инфраструктуру, подъездные пути, парковку. Главной задачей города при отсутствии возможности вкладываться в сами здания и помогать напрямую учреждениям здравоохранения, конечно, остается именно благоустройство прилегающих территорий, организация парковочных пространств. И, конечно, чтобы пациенты наших городских больниц или поликлиник приезжали по нормальным дорогам. В прошлом году в больнице появилась стабилоплатформа. Она помогает улучшить равновесие и координацию у детей при заболеваниях центральной нервной системы. Гордость больницы – аппарат Экзарта, необходимый для реабилитации детей со сложными неврологическими заболеваниями. У нас закуплено несколько единиц нового оборудования. Одно из них – это система Экзарта, это система подвешивания для улучшения мышечного тонуса. Применяется при заболеваниях у детей в нервной системе, центральной нервной системе, периферической нервной системе и ортопедических заболеваниях. Сейчас власти обсуждают вопрос о ремонте второго этажа здания и фасада больницы. Губернатор пообещал, что деньги на это будут выделены. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.